С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Спасение утопающих. На Печоре перевернулся катер, который по предварительной информации следовал из Нельминоноса. Все, кто находился в крытой лодке, оказались в воде. На помощь пришли двое жителей Нарьинмара. В ближайшие недели два строительных объекта в Нарьинмаре обретут полноправный статус многоквартирных жилых домов. 140 квартир практически готовы к тому, чтобы вскоре встретить своих первых хозяев. На носу 1 сентября. Самый важный вопрос, который сейчас интересует школьников и их родителей. Каким образом будет организовано обучение? Пойдут ли дети в школу в День знаний? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска одна из самых обсуждаемых новостей этого дня. Накануне двое мужчин спасли пятерых утопающих. Катер, который по предварительной информации следовал из Нельминоноса, перевернулся в районе поселка Искателей. Все, кто находился в крытой лодке, оказались в воде. На помощь тонущим пришли Евгений Борисевич и Александр Маслов. Кричали, ну, помогите, помогите. И эти парни не поддались панике и бросились на помощь. Евгений Борисевич и Александр Маслов спасли жизнь пятерым мужчинам. События разворачивались 20 августа в полпятого вечера. Место происшествия – река Печора в районе поселка Искателей. Мы заплывали на сплавке, были на тоне. Заплыли. И с правой стороны, под тот берег ушел катер. Причалил дальше, вот сюда, в конец Искателей. Покрутился возле берега минут десять. Что-то в этом катере сразу насторожило Евгения. И он пристально наблюдал за ним несколько минут. Будто предчувствовал беду. Видимо, боковой волной его опрокинуло метров семьдесят от берега. И сразу я газ полный и поехал туда. Подъезжав туда, вокруг никого нету, из-под лодки выплывал молодой человек. Выплыл, как бы наверху сидел, на днище лодки. Ну и вокруг трое плавало. Один пытаясь выбраться на берег. Евгений и Александр сразу позвонили в МЧС. А после принялись помогать утопающим выбраться из воды. Спасательную операцию осложняли погодные условия. Дул сильный ветер и спасательный жилет, который сначала кидали тонущим, попросту уносило. Руку, который уже жизни не подавал. Я подавал ему руку. То есть, он килограмм за сто. Я его просто не осилил. С Александром мы тянули. Ну, пока еще кто плавал, мы тех пытались вытащить. Двоих мы сразу на берег вытащили, как бы за лодку задним ходом. Потом поехали, которые на днище. Его забрали. Тем временем подоспели сотрудники МЧС. Они спасли того самого мужчину, который уже не подавал признаков жизни. Как выяснится, позже пострадавший уже был в состоянии клинической смерти. Подъехал катер, ну не катер, лодка МЧС. И я им показывал, что там еще человек, который не может, не знаем, что с ним делать. Вот они его вытащили и начали пытаться откачать. Ну, вам страшно было, вот, честно-то, знаете? Да как-то непонятно было, потому что понимаешь, что надо как-то человеку все равно помочь. Чем более… Ну, у тебя есть на это силы, да. У них была большая паника. Они все кричали, то есть… Спасите. Спасите. По официальной информации, лодка следовала из Нельминоноса. По предварительным данным, пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас, по данному факту, проводится проверка. Что же касается Евгения и Александра, мужчины считают, что ничего героического в их поступке нет. Любой нормальный человек поступил бы точно так же. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненинского округа на своей странице ВКонтакте опубликовало видео спасательной операции в Карском море с участием окруженных спасателей. Успешная эвакуация больного с корабля в Карском море прошла еще 13 августа, но это видео стало доступным только сейчас. Операцию провели сотрудники поисково-спасательного подразделения казенного учреждения Ненинского округа поисково-спасательная служба совместно с Нарьинмарским объединенным авиаотрядом. Благодаря профессиональным четким действиям экипажа вертолета и окружных спасателей эвакуация прошла успешно. Больной был доставлен в окружную больницу с подозрением на аппендицит. В ближайшие недели два строительных объекта в Нарьинмаре обретут полноправный статус многоквартирных жилых домов. 140 квартир практически готовы к тому, чтобы вскоре встретить своих первых хозяев. С подробностями Михаил Веселов. Близка к завершению неоправданно затянувшаяся история строительства этого 48-квартирного жилого дома номер 18 по улице Первомайской. Квартиры в этом доме для переселенцев из ветхого и аварийного жилфонда Нарьинмара по контракту с централизованным стройзаказчиком построила подрядная организация «Полюс жилстрой». Готовность дома к эксплуатации лично проверил временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный. Чтобы новоселье не было испорченным, важна каждая мелочь. Несмотря на то, что подрядчик запредельно нарушил сроки сдачи объекта, нареканий к качеству построенных квартир нет. Их планировка и техническое оснащение однозначно в числе лучших из ныне существующих в Нарьинмаре. Если действительно во всех квартирах такое качество, то это замечательно совершенно. Близок к заселению и новый дом по улице Пионерской. Его примечательная особенность – оснащенность квартир автономными системами отопления. На кухнях установлены газовые водогрейные котлы. Это, естественно, позволит сэкономить враты на оплату коммунальных услуг. Тема актуальна, особенно с учетом того, что часть квартир предназначена для сирот. Интересно и то, что в квартирах на первом этаже полы с подогревом. Дом построила фирма «Новатор». Мастер Александр Талеев, уроженец поселка Нельбинос, с уверенностью утверждает, что компания, в которой он трудится, неукоснительно выполнит свои обязательства. В качестве положительного примера для всех строителей можно отметить и тот факт, что заранее качественно благоустроена преддомовая территория, где, в частности, есть симпатичная игровая площадка. Она уже успела полюбиться детворей из соседних домов. Жизнь уже кипит на детской площадке. Дети ходили, спрашивали, когда будет установлена детская площадка. И наконец дождались. Да, да. Как отметил в завершении инспекции, исполняющей обязанности руководителя департамента строительства, этот дом будет введен в эксплуатацию точно в срок, в соответствии с контрактом. В этом доме 72 квартиры. У нас два контракта государственных на покупку 54-х под переселение и 10-ти квартир под сирот. Еще 8 квартир останутся за подрядчиком. Если новатор предложит их выкупить округу, то, по словам Павла Масюкова, эти квартиры также можно будет распределить для улучшения жилищных условий детей-сирот. Приближается главный школьный праздник 1 сентября. Самый важный вопрос, который сейчас интересует школьников и их родителей, каким образом будет организовано обучение в связи с введенными ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Как стало известно, на брифинге, который прошел в Департаменте образования, культуры и спорта, учебный год начнется, как и положено, в День знаний. Первая школа – одна из крупнейших в городе. Здесь обучается больше 900 учащихся. В этом году в связи с ремонтом ученики и педагоги временно разместятся в зданиях других школ и будут учиться во вторую смену. Мы приступаем к обучению в очень необычных условиях. У нас в этом году проводится ремонт. Ремонт масштабный, большой. И в течение сентября обучение будет проводиться в двух учебных заведениях. Это имеется в виду Ненинская школа-интернат, в котором у нас будет проводиться обучение первых и четвертых классов в первую и вторую смену. И все остальные классы с пятого по одиннадцать будут обучаться во вторую смену с 14 часов в школе номер 4. Для учащихся третьей школы 1 сентября в этом году станет особенным. Откроет дверь и новое здание. Здесь будут обучаться почти 650 человек. Чтобы избежать массового скопления учащихся при входе в школу, мы решили соблюсти необходимые нормы и правила, поэтому будет составлено специальное расписание, по которому ребята будут приходить в школу. Это будет удобно для проведения обязательной термометрии. Уроки будут по 30 минут. В начальных классах будет 4 урока, в старших классах по 5 уроков. Питание будет в новой большой столовой, которая рассчитана на 200 посадочных мест. Расписание уроков уже составлено с учетом питания и с учетом прихода и ухода детей из школы. Генеральная уборка в помещениях будет проводиться не реже одного раза в неделю. А также регулярное проветривание классов в отсутствии детей. Уроки в сентябре текущего года будут длиться по 30 минут. Рекомендовано в сентябре месяце всем школам для начальной школы проводить, для того, чтобы постепенно войти в учебный процесс, проводить по 4 урока. А для основной школы по 5 уроков. Соответственно, еще хотелось бы здесь отметить, что уроки будут по 30 минут. Использовать маски дети и педагоги смогут на свое усмотрение. А вот работники пищеблоков будут работать только в масках и перчатках. Измерение температуры на входе для всех будет обязательным. Если у ребенка будет температура выше 37 градусов, его изолируют и сообщат родителям. Также в школах будет организовано расписание и кабинетная система. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, а учителя будут переходить из класса в класс. Это не касается предметов, по которым нужно специальное оборудование. Уроки химии, физики, информатики, физкультуры. Количество детей в помещениях регламентировано. На одного ребенка должно приходиться не менее 2,5 квадратных метров. Составлено специальное расписание уроков, рекомендовано учреждениям, и расписание перемен. Разное время начала уроков и перемен позволит не допустить скопления школьников в столовых, коридорах и на входах в образовательное учреждение. Занятия не должны начинаться ранее, чем в 8 часов утра. Таким же образом будет организовано и обучение в учреждениях профессионального образования. Детские сады откроются в штатном режиме. Онлайн-обучение все еще не исключается из процесса получения знаний. По рекомендации Министерства просвещения и Роспотребнадзора, оно будет использоваться для проведения факультативов. Что касается групп продлевного дня, то обучение начнется 1 октября. За последние сутки в Ненинском округе не выявлено новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из стационара выписан один пациент, получавший лечение от COVID-19. Это работник нефтегазовой отрасли. Таким образом, в стационаре на сегодняшний день остаются 4 человека. За все время пандемии на территории Ненинского округа было официально зарегистрировано 303 случая заражения COVID-19. В том числе 41 случай был выявлен у жителей города Нарьинмара. Трое из них продолжают получать амбулаторное лечение. Коронавирусной инфекцией переболели 8 жителей поселка Искателей, 5 из сельской местности и столько же иногородних граждан, прибывших в округ. Все остальные случаи зафиксированы на месторождениях. Здесь продолжают лечиться амбулаторно от COVID-19 33 вахтовика. В Нарьинмаре состоялся мастер-класс по развитию сувенирной продукции. Мероприятие организовано Центром развития бизнеса Ненинского округа в рамках реализации национального проекта по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Участниками мастер-класса стали как предприниматели со стажем, так и новички. Тему продолжит Александра Литкова. Как заинтересовать потенциальных покупателей своей продукцией? Этот вопрос волнует, пожалуй, каждого предпринимателя. Владелец кафе Иван Сартыков сам занимается продвижением своего бизнеса в интернет-пространстве. И на подобных мероприятиях был уже не раз. Я был в Москве на первой экспо, там более как-то все было углублено, то есть я что-то там почерпнул. Ну и здесь тоже, в принципе, не буду сейчас говорить, я там для себя пометил какие-то вещи. Вот именно для ведения соцсетей, для того же большего хвата и для того, чтобы они просто были интересны. По словам руководителя проекта Романа Ефремова, главная задача мастер-класса – помочь окружным предпринимателям представить их уникальную продукцию на просторах интернета. И таким образом увеличить число покупателей. Вот в чем сложность? Сложность в том, что предприниматель в первую очередь создает своими руками эту продукцию, а вот деятельность по продвижению в социальных сетях – это совершенно отдельная работа, которая требует очень много времени. И продумать, что ты будешь публиковать, у тебя должен быть определенный контент-план, что ты там публикуешь, чем ты будешь привлекать людей, потому что иначе это может превратиться в череду однообразных постов, в которых не будет ничего интересного. На теоретическом занятии участники научились готовить правильное техническое задание и собирать референсы для фотографа, проверять и оценивать качество работы фотосъемки, а также ознакомились с лучшими мировыми практиками предметной фотографии. Спикером мастер-класса развития сувенирной продукции стал профессиональный коммерческий фотограф и преподаватель с многолетним стажем Кирилл Михерев, который специализируется в рекламной, фэшн-бьюти, предметной, портретной и модельной съемке. Ну, вообще у нас формат круглого стола, мы будем общаться, мы будем ориентироваться на запросы самих авторов. Планируется обсуждать их фотографии в первую очередь, искать там какие-то слабые стороны и сильные, обсуждать, давать практические рекомендации по поводу того, что можно улучшить. Кроме того, на практическом занятии участники, а их пришло больше 20 человек, получили основы позиционирования своей продукции в интернете и создания портфолио. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил триколор в качестве государственного флага. С тех пор массовые мероприятия, посвященные этому государственному празднику, проходили ежегодно во всех городах и субъектах Российской Федерации. 2020 год станет исключением. В связи с ограничительными мерами, продленными в Ненецком округе до 30 августа в связи с пандемией коронавируса, мероприятия, посвященные Дню государственного флага России, в основном пройдут в онлайн-режиме. Стать причастным к празднику достаточно, вывесив флаг России из окна своей квартиры. В этот день россиянам также предлагают принять участие во всевозможных флешмобах в социальных сетях. А в Нарьинмаре, как и в других городах России, пройдет акция «Триколор». Ленточки с цветами российского флага в разных микрорайонах города будут раздавать прохожим волонтерам. Раздача будет производиться с часу до 2.30 на площади Марацей, на Арбате, на детских площадках, которые в центре города, около Близнецов Кристалла и Белых Ночей, в парке Юбилейный и в парке у Морского порта. То есть все желающие могут подойти к волонтерам и получить ленту «Триколор». Узнать всю подробную информацию о флешмобах и акциях можно в официальной группе «Волонтеры Победы» Ненецкий автономный округ в сети ВКонтакте. Водители Нарьинмарского автотранспортного предприятия переодели форму, а кондукторам автобусов закупили зимние костюмы. Новшество обошлось бюджету АТП в 200 тысяч рублей. Подробнее расскажет Александра Литкова. Для водителей муниципальное предприятие приобрело 40 комплектов одежды. Сюда входят две рубашки голубого цвета и темно-синий свитер с логотипом и символом предприятия. Новая форма пришлась по вкусу и самим работникам. Форма очень хорошая, удобная, нужная вещь. Работаем в таком предприятии и надо представлять предприятие, чтобы люди видели. Очень хорошее, удобное. Для кондукторов автотранспортное предприятие закупило пока только зимние комплекты форм, утепленные брюки и куртка. Как и на водительском обмундировании, на одежду нанесены атрибуты предприятия. Всего приобретено 33 комплекта. В принципе, стараемся выглядеть получше, потому что работаем с людьми. Людям же тоже неприятно, когда одежда, например, не соответствует положенному. А сейчас нам закупили теплую зимнюю одежду. Довольно-таки это очень приятно. И, в принципе, будем надеяться, что будет комфортно и тепло. Потому что, сами понимаете, достаточно холодно у нас в автобусах бывает. Печки не всегда срабатывают, как положено. Ну и, сами понимаете, двери открываются, закрываются. Всегда поток холодного воздуха есть. Так что мы очень рады, что нам закупили новую форму. Новая корпоративная форма для водителей и кондукторов была закуплена за счет собственных средств Наринмарского автотранспортного предприятия. И обошлась примерно в 200 тысяч рублей. По словам директора АТП Виктора Калюжного, переодеть сотрудников планировали еще несколько лет назад. Когда-то давным-давно у них была форма, была даже фуражка. Вот здесь у нас один экземпляр форменная. Ну, это было еще в советское время. После этого форменной одежды у водителей не было. Задумка о том, чтобы ее ввести вновь, была давно. Но вот сейчас нам в этом году удалось ее осуществить. Кроме этого, муниципальное предприятие закупило для всех сотрудников футболки и бейсболки с фирменным логотипом и готовится отметить юбилей. 31 августа предприятие отметит в 65 лет со дня основания. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – городское кафе «Артишок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова